Приветствую всех зрителей. Благодарю всех вас, что с нами. С 8 декабря 2021 года по каналу Домашний состоится показ второго сезона. Сериал называется «На твоей стороне». Давайте узнаем анонс серий. Итак, начнем. Первая серия. Максиму осталось пару дней до выхода на свободу из тюрьмы. В его камеру приходит новый человек, который будет любыми путями выводить Максима из себя. Тем временем Настя готовит квартиру к выходу Максима. В клинике, в которой она сейчас является главврачом, дела идут не совсем хорошо. Она очень надеется на благотворительность бизнесмена, который когда-то лечился у них. Но после беседы с ним, она понимает, что у него совсем другие мысли в голове. У Максима неприятности. Его ранят в тюрьме и предъявляют еще одно обвинение. Вторая серия. За дело Максима берется самый известный адвокат страны, Алина Байсарова. Пока она борется за права Максима и расследует происшествие, которое с ним приключилось в тюрьме, Михаилу Володенко удается выйти из тюрьмы. Он придумывает потрясающий план с уголовниками его камеры и ему удается выйти сухим из воды. Максима освобождают. Третья серия. Володенко поздравляет Максима с выходом на свободу. Также он наведывается с поздравлениями к Эдите и Герману. Именно они приобрели фабрику Володенко. Максим пытается найти работу, но его никто не берет. На свободу выходит Камиль, он и предлагает Максиму нормальную работу в своей небольшой ферме. Алина оказывается дочерью Камиля. Четвертая серия. Дело Эдиты и Германа после выхода Володенко на свободу катится вниз. Паша видит страдания Марии и тайком просит друга взять Максима на работу в офис менеджером. Но Максим недолго задерживается на этой работе. Из-за этого у него возникает ссора с Настей. Пятая серия. Настя приезжает к Максиму на ферму. Она говорит ему, что будет жить с ним на ферме, так как уволилась с работы. Тем временем Тимур исчезает с деньгами Вики. Но Володенко удается его найти. В клинике новый управляющий. Благотворительные операции больше проводиться не будут. Алина ревнует Максима к Насте. Шестая серия. На фабрике во время пожара погибают Эдиты и Герман. Камиль узнав об этом расстраивается. В конюшне кто-то отравляет лошадей и вся вина падает на Настю. Все лошади умирают. За этот случай берется Василий. Ему удается выйти на след Леры. Седьмая серия. Объявляется Эдита. Теперь она ищет укрытие в доме Камиля. Настя возвращается на работу, но уже обычным врачом. Василий считает, что Лера мстила Алине, так как она несколько лет тому назад отказалась защищать ее друга в суде. Юрий и Василий все больше продвигаются в деле о похищении. Восьмая серия. Лера продолжает мстить Алине. Она поджигает их дом, но Максим быстро справляется с огнем. Эдита продолжает жить в доме Камиля. О ней никто не знает. Михаил просит у Лены еще один шанс. Лена уже не верит ему, но все равно дает последний шанс на исправление. Гале не нравится это. Ей кажется, что ее мать совершает ошибку. Настя продолжает делать бесплатные операции. У нее на операционном столе умирает пациент. Девятая серия. Одна из ассистенток Насти говорит Паше, что ей кажется, что перед операцией у пациента были другие результаты анализов. Настя попадает в аварию. Потом выясняется, что у Насти был сердечный приступ. Именно из-за этого она потеряла управление и врезалась во встречную машину. Но теперь уже все хорошо. Она в клинике. Жену и сына Василия похищают по распоряжению Володенко. Паша сообщает Насте, что она беременна. Десятая серия. Василий и Максим обвиняют Володенко в похищении жены и сына. Настя сообщает Максиму о том, что беременна. Чуть позже ее выписывают. Василий с Юрием и Максимом продолжает искать жену и сына. Алина берется защищать Настю в суде. С Настей снимают все обвинения. Становится известно, что во всем виноват Кумечко. Одиннадцатая серия. У Юрия объявляется дочь. Дани становится хуже. У него не снижается температура. Покетители снимают Даню в таком состоянии на видео. Посмотрев это видео, Василий оказывается в безысходности. Аркадий продолжает ухаживать за Викой. Володин не хочет, чтобы ребенок Максима и Насти появился на свет. Также он распоряжается убить Кумечко, чтобы он не проболтался. Убивает его Лера. Двенадцатая серия. Даню разделяют с матерью. Юрию удается найти Даню, а Тане все еще в руках у людей Володенко. Так называемая дочь Юрия, подсыпает ему лекарства в сок. Из-за этих лекарств с каждым днем ему все хуже и хуже. Тем временем Камиле и Дита хорошо проводят вместе время. Тане удается связаться с Василием. Она скидывает ему свои геоданные. Никита, Максим и Юра отправляются спасать Таню. Во время перестрелки стреляют в Юрия и Таню. Тринадцатая серия. Таня и Юра мертвы. После того, как Настя узнает, что ее брата убили, ей становится плохо. Проходят похороны. Вася хочет отомстить за смерть жены. Настя винит в смерти брата Максима. На ноте всех этих событий Макс и Алина сближаются. Четырнадцатая серия. Настя на телефон присылают фотографии Максима и Алины. На фотографиях Максим счастлив с Алиной. Настя решает расстаться с ним. Володенко сближается с Васей. Вася не знает, что именно он причина их бет. Полиции становится известно, что Эдита жива. Настя узнает, что Даша принимала наркотики и приводит ее в клинику к Вике. Пятнадцатая серия. Максим и Настя помирились. Регина Львовна решает сделать пластическую операцию, ведь она сейчас начала встречаться с мужчиной старше нее. Тем временем идет следствие по делу Тани и Юры. Алину ранит неизвестный человек. Ее состояние стабильно тяжелое. Шестнадцатая серия. Вася ищет владельца запонки, которую он нашел на месте преступления. Когда он показывает ее Максиму, тот узнает запонку. Владельцем оказывается Камиль. Таким образом план Володенко работает. Дашу выписывают из клиники. Она создает конфликт между Настей и Максимом. Семнадцатая серия. Максим верит, что Камиль никого не похищал. Даша удается поссорить Настю с Максимом. Состояние Али ухудшается. Эдита рада ухудшению состояния Алины. Она только этого и добивалась. Максим начинает подозревать, что Даша не дочь Юрия. Он просит Никиту узнать о ней. Восемнадцатая серия. Даша продолжает играть в свои игры. Регина Львовна расстается со своим возлюбленным. Максим находит настоящую дочь Юрия. Волос, который нашли на месте убийства, совпало с волосом Даши. Ее арестовывают. Настя знакомится со своей настоящей племянницей. Девятнадцатая серия. Оказывается, что Эдита на стороне Володенко и именно она стреляла в Алину. Теперь Володенко требует от Эдиты, чтобы она отравила Алину. Вася, Максим и Никита открывают свое детективное агентство. Володенко хочет баллотироваться в депутаты. Двадцатая серия. Володенко участвует в конференции, где рассказывает о себе и о своих целях. За него готовы проголосовать многие. Алина узнает кулон, который был подарен Насте Дашей. Кулон оказывается из коллекции Камиля. Настя становится лучше, она выписывается. Также из больницы выписывается Алина. Никита узнает, что пропавшую коллекцию Камиля продают на черном рынке. Вика начинает встречаться со старым знакомым. Становится известно, что Камиля ограбила Эдита и также то, что в Алину стреляла именно она. Эдиту арестовывают. Двадцать первая серия. Володенко удается забрать Эдиту. Они прячутся в тайном домике в лесу. Тем временем, в клинике Вики проходит обыск. Вся семья узнает истинное лицо Володенко. Камиля освобождают. Регине Львовне становится плохо. Двадцать вторая серия. У Максима, Василия и Никиты новый план. Они просят, чтобы Паша сказал родственникам, что Регина Львовна умерла. Он соглашается и следует плану. Вика очень тяжело переживает потерю. Тем временем, Володенко убивает Эдиту. Двадцать третья серия. План срабатывает. Михаил появляется на похоронах, но ему удается сбежать, похитив Максима. Теперь Максима ищут все, включая Настю. Васе и Насте удается узнать адрес, где прячется Володенко. Двадцать четвертая серия. Максим и Володенко устраивают драку. С ним в дом приходит один из зэков. Он требует от Володенко деньги. В итоге, Володенко спасает Максима, а сам умирает во время взрыва дома. После этих всех событий, у героев начинается новая и счастливая жизнь. Благодарю за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки.